Благослови, Душа моя, Господа, благослови неси Господи. Речи Господь ко пришедшим к Нему Иудеям. Сегу ради мя Отец любит, ягас душу мюю полагаю, да паки приму ю. Никто же возьмут ю от Мене, но асполагаю ю о себе. Областимам положить ю, ю областимам паки приять ю. Сью заповедь переехат отца моего. Распряже паки бысть в Иудеях из-за словеса сия. Глаголах уже мнозьют них. Бесы имать, и неистов есть, что ягу послушаете. Ини глаголаху, си глаголи несут беснущегося. И да может бес слепому очи отверстий. Быше же тогда обновление в Иерусалимах и Зимабе. И хождаше Иисус в церкви в притворе Соломоне. Абы души жигу иудеи и глаголаху ему. Да коли души наши в земляши, ащиты и си Христос, рцы нам не обинойся. Отвечаемый Иисус, рех вам и не веруйте. Дела я же астворю у имени отца моего, та свидетельствует о мне. Но вы не веруйте, несь бы от овец моих, як уже рех вам. Овцы мои гласы моего слушают, яс знаю их, и по мне грядут, яс живот вечный дам им. Христос Воскресе! Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры! Сегодня пятница, 15 мая, и мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, главу 10, 17 по 28 стих. А сейчас давайте откроем русский перевод Нового Завета, найдем эти евангельские строки и послушаем, как они звучат. Сказал Господь, пришедшим к нему иудеям, «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сью заповедь получил я от Отца моего». От этих слов опять произошла между иудеями расприя. Многие из них говорили, «Он одержим бесом и безумствует, что слушать его?» Другие говорили, «Это слова небесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Настал же тогда в Иерусалиме праздник обновления, и была зима. И ходил Иисус в храме в притворе Соломоновом. Тут иудеи обступили его и говорили ему, «Долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо». Иисус отвечал им, «Я сказал вам, и не верите. Дела, которые творю я во имя Отца моего, они свидетельствуют о мне. Но вы не верите, ибо вы не из овец моих, как я сказал вам. Овцы мои слушаются голоса моего. Я знаю их, и они идут за мною. И я даю им жизнь вечную». Такие евангельские строки мы с вами слышим. Господь говорит, «Потому любит меня Отец, что я даю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Здесь можно еще по-другому слово Господа нашего перефразировать. «Потому любит меня Отец, что я выполняю волю Его». Потому что моя воля и Его одно. Я нахожусь в нем в постоянном согласии. Ну, наверное, любовь, она ведь на этом основывается. На согласии, на единстве. Не на каких-то спорах, распрях. Постоянной вражде, постоянном каком-то выяснении, кто прав, а кто не прав. А именно где согласие, там есть и любовь. Вот и Господь говорит, что «Я пришел сюда, чтобы отдать жизнь мою. И в этом я выполняю волю Божию. Но я отдаю ее свободно, отдаю добровольно. Не по принуждению, а именно потому, что я имею власть сам ее и отдать, и принять». Здесь Господь говорит о своих будущих крестных страданиях, своей смерти. Говорит, иудеям, и ученикам своим. И вот опять дальше говорит, «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее». Вот эти вот слова, что «я сам отдаю», говорят о свободе, абсолютной свободе Сына Божия. Потому что, ну, если бы Христос не был Богом, он не смог бы так заявлять, что всякое тварное существо, оно находится в зависимости от воли Творца своего. Любое. Хоть сколь великого и могущества оно бы ни было. А здесь он говорит о самом себе, что я абсолютно свободен. И вот таким свойством обладает только Бог. Что я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Если он одно и говорит о том, что я умру, и о том, что я воскресну. Все это вот так вот заранее он людей предупреждал. Сию заповедь получил я отца моего. И вот опять же, да, здесь свидетельство о своем согласии с волей Божией. Это очень важно было тогда вновь и вновь подчеркивать именно для иудеев. Несмотря на то, что они постоянно злобились, постоянно сопротивлялись Христу, не переставал заботиться о них. Его человеколюбие постоянно покрывало их. Что да, вот вы не понимаете это, давайте я вам по-другому скажу. Давайте вот так вот скажу. Давайте я буквально сойду до вашего уровня. Что-то я буду говорить со всеми простыми вещами. Буду говорить притчами. Ну вот совсем-совсем все будет просто. Только слушайте меня. Слушайте, принимайте и спасайтесь через это. Да, иудеям очень важно же было вот это донести, что я не противлюсь Богу. Я говорю с вам божестве, потому что я не могу о нем не говорить. Помните, Спаситель сказал, что если я скажу, что я не знаю Бога Отца, то буду подобен вам лжец. Я знаю Его, потому что я и Отец одно. Но я постоянно говорю о том, что я не противопоставляю себе Ему. Что вы примите вот это вот. Я не противник Богу. Я не противник вашей вере. Особенно да в тех частях, где вы правильно верите, правильно рассуждаете. От этих слов опять произошла между их иудеями расприя. Одни из них говорили, он одержим бесом безумства, это что слушать и его. Видимо, особенно злобные, особенно нетерпеливые, особенно возмущенные, вот такое вот сделали вывод и решение. Что мы его понять не можем, слова его как-то уж очень не ясны для нас, значит, он бесноватый. Что здесь сказать? Вот до такого может довести человека гордость и нежелание слушать. Даже нет попытки как-то порассуждать, вопрос ему какой-то задать, что объясни, но помоги к ученикам обратиться. Нет, сразу заявляют, он бесноват, он безумствует. Но находились и те, кто говорили это слова небесноватого. Действительно, бесноватый. Что делать? Бесноватый хулит Бога, хулит людей, ругается, злословит, сквернословит и прочее, прочее, прочее. Но здесь-то такого нету. Он говорит о Боге, он говорит о воле Божьей, он говорит о прославлении Бога, он говорит о том, что он почитает Бога. И действительно, нет ни одного случая, где вот эти бы слова не могли быть опровергнуты. И вообще, может ли бес отверзать очень слепым? Здесь, видимо, вспоминается ситуация вот с тем вот ослепорожденным, которого Господь исцеляет от слепоты. Чудо неслыханное для людей. Да, можно было привести пример, что человек когда-то ослеп, да, ему вернули зрение при помощи каких-то медицинских средств. Но когда родился слепым ребенок, буквально без глаз, буквально родился, с поврежденными глазами, ну как, кто ему может дать зрение? Это же действительно проявление божественной силы, божественной власти, божественной любви к человеку. И вот здесь, видимо, люди это вспоминают, говорят, что может ли бес тверзать очень слепым. Вот этот Иисус исцелил. А был бы он бесноват. Разве бес бы стал заботиться о человеке? Нет. Настал же тогда в Руссальме праздник обновления. И была зима. Ходил Иисус в храме в притворе Соломонова. Тут иуде обступили, вы говорили ему, долго ли тебе держать нас в недоумении? Если ты Христос, скажи нам прямо. Вот тоже, о чем мы с вами недавно вспоминали. Состояние, не желающих принять истину. Когда Господь говорит о том, что я Отец одно, говорит о том, что я выполняю волю Божию, что я творю истину, слушать не желают, говорят, что нет, ты нам докажи. Какое ты знамение нам явишь, чтобы мы поверили тебе? Срешает Господь чудеса. Удивительнейшие события происходят. Неслыханные. Такого не было никогда. И при всем при этом приходят к ему и говорят, что сколько ты будешь на счет держать недоумений, если ты Христос, скажи нам прямо. Говорил вам Господь уже об этом. Не пожелали слушать. Каких еще слов вы ожидаете? Иисус отвечал им, я сказал вам, и не верите. Не верите. Дела, которые творил я во имя Отца Моего, они свидетельствуют о Мне. Но вы и этому не верите. А почему? А вот дальше Господь объясняет. Не верите, потому что вы не из овец Моих, как я сказал вам. Вы чужие Мне. Чужие почему? Не потому что я, как Бог, вас делал чужими. Вы такими стали. Вы не желаете принимать правду. Вы желаете настоять на своем. Ваша самость, она самая главная для вас. Вы себя обожествляете, вот в конце концов. Желаете слушать только себя. Это вы не можете принять. Овцам и слушаться голоса Моего. Я знаю их, и они идут за Мною. Здесь Господь говорит о чениках своих, о всяком, кто поверит в Слово Его и исполняет волю Его. И вот о них Он говорит, я даю им жизнь вечную. Вот это вот очень важные слова вечной жизни. Они тогда были используемы для того, чтобы у идеев как-то насторожить, пору даже устрашить. Господь часто говорит о смерти, о жизни вечной, которую дает Он человеку. Потому что кто не наследует жизнь вечную, тот наследует смерть вечную. С одной стороны, чтобы устрашить кого-то, через это устрашение человека направить хотя бы к интересу. О чем же ты говоришь? О какой вечной жизни ты говоришь? А что значит быть твоим учеником? В чем это заключается? Ну, а те, кто выбрал уже его как учителя своего, чтобы их воодушевить, поддержать их, обрадовать их вот этими своими словами. Вот такие евангельские строки мы с вами слышим, братья и сестры. Читали мы Евангелие Теуана, главу 10, 17 по 28 стих. Напоминаю всем нам о необходимости чтения Священного Писания ежедневно хотя бы по одной или по две главы. И благословение Господне да пребудет со всеми нами. Аминь. 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 Аминь.